И так, мои терпелевые слушатели, пулья мы построили, пчёлы мы их поселили, а теперь самое время выкачивать из сот поможделенный мёд. Те из вас, кто уникал у всех этого сплетения предыдущих глав, теперь будут вознаграждены. Им дальнейшее повествование будет чем-то вроде приятной прогулки поселённой оленей. Тем же, кто только что присоединился к нам, многое, возможно, покажется спорным, бездоказательным или даже глупым. Ну что ж, насильно мил не будешь. И знания, доступные многим, не глубоко. Нам надо прийти к финишу в числе первых, и мы не можем ориентироваться на отстающих. Как любят говорить клирикалы, способствуются не все, а только избранные. Поэтому я продолжаю повествование для избранных. Сейчас я хочу поговорить о эволюции человека, которая начинается с кванта света. Эволюция человека, как и других живых существ, изучена достаточно полно. И практически ни у кого не вызывает сомнения теория происхождения видов Чарльза Дангера. Впрочем, правы будут и те, кто считает, что человек был создан из глины. Конечно, воспринимать это утверждение надо как метафор. Тело состоит из клеток, которые состоят из молекул, молекулы состоят из атомов. В общем, мы добрались и до глины. Атомы в конечном итоге, это суть самоорганизации квантов света. Несложно просоединить цепочку дальнейшей эволюции. От кванта света, от кванта света до атома химического элемента. Далее идут неорганические соединения, неорганические, полимеры, живые полимеры, белки. Одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, рыбы, амфтибии, пресвыкающиеся и, наконец, влекопитающие, венцом эволюции которых является человек. Давайте перечислим этапы развития зародыша человека. Начало новой вселенной происходит в результате зачатия, в результате слияния половых клеток родителей в одноцелое, одноклеточное, в зиготу. До этого, как мы уже знаем, была сингулярность. Последующее деление зиготы приводит к 32-клеточной бластуле. На том рисунке, который вы сейчас видите, показаны бластулы и для сравнения с бластулой молекулы органического соединения. Далее. В пятой неделе по бокам задней части уже сформированных головой и шеей образуются 4 пары шаберных щелей. Затем, на 34-й день, у эмбриона образуется хвост до 10 мм длиной. В течение третьего месяца развития исчезает хвост, остаются рудиментарные позвонки. На пятом месяце все тело зародыша покрыто волосяным покровом. Сравнение периодов эмбрионального развития человека и других живых существ имеет достаточно общего. Давайте посмотрим и это на рисунке. Начало отсчета жизни, начало времени для человека происходит в момент зачатия. Последующее наращивание слоев, оболочек тела происходит в результате поглощения необходимых субъектов при питании на протяжении всей жизни. слои наращивают не только органы, такие как печень, сердце, мозг и так далее, но и клетки тела. Увы, вытолщение стенок клеток в старости нередко усложняет обмен веществ, что приводит, например, к сахарному диабету. Аналогично в эволюционирующем атоме ведут себя и электроны, питаясь фотонами. То есть здесь мы опять можем провести параллель между неживой и живой материей. Превращение времени и упрямое течение у человека продолжается до тех пор, пока не разрушатся связи между его субъектами в результате старости, болезни, механических или иных побеждений. После смерти, как и у атомов химических элементов, тело человека распадается до субъектов, до предыдущих уровней эволюции. Время и эволюция потекут вспять. Прогресс сменится регрессом, что справедливо абсолютно для всех систем нашей Вселенной. Слои тела можно сравнить с годовыми кольцами на слизи дерева именно они определяют возраст или время жизни. Экспериментально доказано, что полуголодные крысы живут полтора раза больше своих сыродичей, которых кормили досу. Собственно, все уже сказанное достаточно убедительно подтверждает высказанное ваше утверждение о том, что, во-первых, эволюция Вселенной происходит по одному и тому же алгоритму для всех, без исключения ее субъектов, состоящих как из живой, так и из живой материи. Единый алгоритм эволюции Вселенной сводится к овратимому процессу самоорганизации субъекта объекта. Возникнув на некотором этапе субъект эволюции не только служит ядром, основой для последующей эволюции объекта, но и выступает как самостоятельный объект в пространстве. Это справедливо как для неживой, так и для живой материи. И сейчас мы можем наблюдать отдельно одноклеточные, многоклеточные, а также все промежуточные этапы эмбрионального развития зародыша человека в качестве самостоятельных субъектов Вселенной. Ну вот, наверное, и все то основное, что можно сказать об эволюции человека во времене. Человека как объекта, состоящего из субъектов. Но в то же время, как мы уже знаем, каждый объект в свою очередь выступает субъектом объекта более высокого. Человек может быть рассмотрен как субъект общества. Общественно-экономическая формация это исторически определенная ступень в развитии человеческого общества. Она характеризуется свойственной только ей способом производства и обусловленной этим способом социальным и политическим отношением, юридическим нормам и учреждениям идеологии. Принято выделять в нашей истории первобытно общинную, равнодельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую. Первая фаза последней это социализм. Нам уже хорошо известно, что каждый новый уровень эволюции содержит в себе предыдущий уровень. Правомерно сделать заключение, что при коммунизме будет существовать первобытное общество, рабовладельческий строй, капиталистическое и социалистическое отношение. На возражение о том, что коммунизм это сказка, я хочу ответить риторическим вопросом. Разве в нормальной семье не осуществляются коммунистические отношения и принцип от каждого по способностям к каждому по потребностям? ошибочно было мы полагаем, что в коммунистические отношения вступят все слои общества. Увы, пример уровневого строения атомов говорит о том, что коммунистические отношения могут иметь место только на верхнем уровне, только для элиты. Подозреваю, что элита вообще времена жила при коммунизме, а остальные субъекты общества распределялись по нижним уровням, кто как сумел и кто на что был способен. В общем, как куры курятники. Если выделить в эволюции человека период от первого бытно-общинного строя до настоящего времени, то правомерно заключить, что информация о тех днях, когда наши предки были кровожадными пещерными дикарями, рабами, древучими темными средневековыми обитателями, записана в наших генах точно так же, как информация о предыдущих уровнях эволюции содержится в атомном гендаре и оболочке. И сегодня на планете имеют место быть первобытные люди, не только в удаленных уголках, но и в самом центре цивилизации. Они могут даже иметь водительское удостоверение или заседать в думе. Но от этого их пещерная сущность не изменится. Посмотрите на этот снимок. Может быть, кто-нибудь узнает в этом человеке своего начальника. Но только не говорите ему об этом. Рабов вам могут показать где-нибудь на кирпичных заводах в Дагестане. Средневековый знакарь и в наши дни широко востребован. Колдуны, шаваны и бабки-ширтухи, гадалки и предсказатели смею заверить зарабатывают побольше, веной работяга у хозяина капиталистов. Таким образом, осколки прошлого находятся не только во внешнем, но и во внутреннем мире современного человека. Это необходимо знать, хотя бы для того, чтобы правильно строить отношения с другими людьми и правильно понимать свои собственные устремления. Люди от собирателей кореньев до покорителей космоса в ходе своей эволюции заполняли ячейки невидимой периодической системы. Периодами в этой таблице выступали общественные экономические формации. Этапы, на которых все повторялось, войны, сменялись миром, кризис и упадок расцветом, эволюционные порывы людей к новому, тупиковому и деградацией, наконец, смертью не только отдельных людей, но и народов и цивилизацией. Различие между уровнями состояло лишь в том, что на каждом новом добавлялись новые параметры. Совершенствовались старые орудия труда и старые орудия убийства, усложнялись межличностные, межплеменные, межгосударственные отношения, разрасталось новыми вариантами старого оболочка вокруг ядра, и все это было заранее предопределено алгоритмом самоорганизации. организации. Были, есть и будут такие индивиды и народы, которые, подобно ряду элементов металлов из периодической системы, способны только отдавать электроны. Их грабили, эксплуатировали и разоряли все, кому не лень. Были, есть и будут такие индивиды и государства, которые во всех бедах и на всех революциях и войнах только наживались, грабили и насиловали. Группа галогенов, выступающих акцепторами электронов химической связи, того примера. А между этими крайностями, в соответствии с принципом дополнительности, располагаются те субъекты общества, которые ведут себя либо так, либо это. В зависимости от ситуации. Даже гетеро, би и гомосексуальные отношения уходят корнями химическим элементам и их соединениям, проявляющим соответственно тенденцию к образованию полярных и неполярных связей, проявлением фатерных свойств. Понимание этих закономерностей и эволюции позволяет людям быть готовыми к приходу будущего, к приходу нового, к переходу на более высокий уровень отношений и к тем неожиданностям, которые могут эти переходы сопровождать. Предупрежден значит вооружен. А понимание сути того, что с нами происходит и будет происходить, позволяет подготовиться ко всему заблаговременно. Пример эволюции во времени химического элемента говорит о том, что и человек, и народ, и государство, и человеческие цивилизации смерть. Любая система вначале рождается, затем прогрессирует и затем неизбежно умирает, регрессирует на предыдущем устойчивом состоянии. Вселенная не делает исключений ни для кого. А смерть еще называют великим уравнителем. С таким исходом придется смириться и человеку, и человечеству, хотя и слышны голоса, требующие навеять людям сон запутать. Не надо лукавить и надеяться, что у человечества есть шанс. Нет ни одного. Во Вселенной ни у кого нет шанса стать абсолютным совершенством, обрести бессмертие. Увы, в конце каждой дороги, каждой ветви эволюции плака стопорами. Все ветви эволюции тупиковые. Это следует из бесконечности Вселенной. Просим тех, кто верит, что человек был создан из глины, могут быть спокойными. Глина бессмертна. Давайте сделаем выводы. Условия современности наряду с прогрессивными формами общественных отношений существуют и архаичные. Поступки человека определяются не только современным уровнем знаний и воспитания, но и теми дремущими пережитками, которые имели место в прошлом его предков. Нет-нет, да и проявляется в людях сущность рома и рабовладельца. Смерть не только человек, но и человечество в целом. А сейчас поговорим о условиях целостности системы. Устойчивость атома определяется равновесием между ядром и оболочкой, а также наличием связи ядра с периферией той же оболочки. Диетерии и тригии потому и служат ядерным горючим, что легко распадаются на субъекты из-за отсутствия симметрии между ядром и оболочкой. А вот радиоактивный родон распадается из-за потери связи между основополагающими квантами в начале самоорганизации и удаленными электронами периферии оболочки. Таким образом, принцип единоначалия уходит корнями вовсе тот же атом химического элемента. Для устойчивости любой системы необходим главный, самый центральный субъект. Не потому ли со смерти управителя и в отсутствии легитимного преемника начинается он в государствах, племенах и иных группах раздоры и смуты? Если убрать из улья пчелиную матку, рой распадется и погибнет. Если убит командир и никто его не заменил, солдаты разбегутся по одному кто куда красть. В перенасыщенном растворе соли кристаллизация не начнется до тех пор, пока в него не появлятся маленький кристалль. Самоорганизации не будет, пока не будет кедра создающего поле притяжения. Став во главе системы, субъект организует окружающий мир по образу и подобию своего, в границах своего потенциала притяжения. Он становится первичным ядром новой системы. Субъекты под действием притяжения организуются в многоуровневой обобочке. Таким образом, любой коллектив, любая группа, любое государство представляет из себя многоуровневую систему, субъекты которой находятся на разных стадиях эволюции. В простых системах, вроде атома, ядром воздействует на периферию непосредственно. В более сложных образуется ряд промежуточных субъектов, отвечающих за ретрансляцию потенциала ядра. общение новороя, эту функцию, например, выполняют трудно. Они разносят запах матки по территории. Потеряв запах, пчела теряет связь с маткой и погибает. В другой гуле ее не пустят, убьют. В государстве для поддержания его целостности выстраивается вертикальная система власти. Она пронизывает все слои общества, как нервные волокна пронизывают тело человека. Развалите какую-нибудь связь, и от государства отколется его субъект, а орган человеческого тела откажется служить и атракируется. Развалите все связи, и государство разрушится, развалится на мелкие осколки, а человека в лучшем случае просто пронизует. Пронизь власти лежит в основе гибели Российской империи в основе распада СССР. Не вдаваясь в моральные аспекты, отметим, что пока Сталин железной хваткой держал свой народ за горло, с того хоть и медленно оно развивалось. Мягкий политик Горбачев предложил людям свободу и жизнь по совести. Но совести у представителей низких уровней сознания хватило лишь на то, чтобы начать безудержное разграбление ценностей. Сравнительно устойчивая страна Соединенные Штаты Америки обеспечивает свою целостность, увеличивая свой потенциал банальным отъемом энергии, энергоносителей, ноу-хау, мозгов, других ценностей и достижений у более слабых стран. В последнее время конкуренцию американцев весьма успешно составляют китайцы, безостенчиво воруя чужие материальные и интеллектуальные ценности. Кстати, приняв в качестве основной идеологии гибрид социализма и капитализма, эта страна осуществила резкий скачок, качественный переход на новый уровень эволюции. таким образом, целостность объекта напрямую связана с зависимостью субъектов от его ядра. Поднакопив энергии за счет поглощения потонов, электроны могут покинуть атомы. Республики автономии отколоться от государства. Начинающие бизнесмены, поработав на хозяина и с каким капиталом, открывают свое дело. Борьба за независимость идет повсюду. В странах и на континентах, в партиях и на производствах, в семье, наконец. И все это не в происке внешних врагов или пятой колонны. Это естественный ход эволюции. Так было, есть и будет, пока существует Вселенная бесконечная во времени и пространстве. Сделаем же выводы. Целостность любой системы от атома до государства является следствием единоначания и контроля ядром периферии. Субъекты целого вследствие эволюции имеют тенденцию к самостоятельности, к выходу из системы в качестве отдельного объекта. Редактор субтитров субтитров субтитров